Мы снова рады приветствовать вас на нашем канале и представляем вашему вниманию новое видео, посвященное фильмам знаменитейшего кинорежиссера Леонида Гайдая. Всем приятных просмотров! Долгий путь в ролях Сергей Яковлев, Кюнова Геннатова, Леонид Губанов, Владимир Белокуров, Никифор Калафидин, Александр Антонов и другие. По мотивам сибирских рассказов Владимира Галактионовича Короленко, Аддаван и Чудная. Станционный смотритель Кругликов был сослан в свой сибирский поселок много лет назад за то, что стрелял своего начальника, генерала потребовавших, чтобы он поехал вместе с ним в качестве свата к любимой девушке Кругликова Рае. На станционную привозят политическую сырную. Ею оказывается Рае. Несколько минут были бывший жених и невеста рядом, но затем ее снова повезли по этапу. Жених с того света. В ролях Ростислав Пляд, Георгий Витя, Вера Алтайская, Рина Зелен. Глава учреждения КУКУ, Кустовое управление курортных учреждений, виртуоз-бюрократ Петухов Ростислав Пляд. Попадающий – котливое положение. Вернувшись после трехдневного отсутствия от невесты, он обнаруживает, что его похоронили, причем на совершенно законных основаниях. Тело человека, погибшего под машиной, было ошибочно принято за тело Петухова. В попытке доказать свое существование привычными эротическими способами, Петухов начинает добывать справку о том, что он жив. Не позволил своим сослуживцам попросту уничтожить свидетельство о смерти, он отправляется в больницу на обследование, где его принимают за сумасшедшего. Врачи легко определяют, что Петухов жив, но они не могут удостоверить, что Петухов это Петухов. Бюрократ оказывается в замкнутом круге. Первый комедийный фильм Леонида Гайдаек, который цензура так основательно порезала, что он из полнометражной картины превратился в короткометражку. Трижды воскреший. В ролях Алла Ларионова, Егорий Куликов, Наталья Медведева, Сева Лосанаев, Константин Сорокин, Николай Боголюбов, Надежда Румянцева, Нина Гребешкова, Николай Погодин и другие. Возле маленького проеволского городка стоит на мертвом якоре Орленок, вышедший из строя буксир. У него славная история. В 1919 году комсомольцы отправлялись на Орленки бить белых, а в дни Отечественной войны комсомольцы нового поколения перевозили на нем детей раненых бойцов из героического Сталинграда. Теперь пароходиком завладели ребятам. Они бережно собрали здесь все, что рассказывал об истории Орленка. Совершали на нем воображаемые путешествия. На настоящем пароходе отбивали склянки, сменялись вахты, а штурман тщательно отмечал на карте пройденный путь. Однажды в городке остановилась делегация комсомольцев, везущая подарки строителям гидроэлектростанции. Руководительница делегации Светлана увидела Орленка и познакомились с его командой. Предложение Светланы о ремонте буксира поддержали в райкоме партии. Возрожденный к жизни Орленок снова отправляется в плавание. Весело и задорно звучит над Волгой его гудок. Самогонщики. В ролях Евгений Моргунов, Георгий Витцин, Юрий Никулин, Владимир Пицак. Маленькой охотничьей заимки трое друзей, бывалый трус и балбец гонят самогон. На стеллажах растет батарея бутылок. Во время отсутствия хозяев пес Барбос рушит склады самогонов. Спасаясь от разъяренных самогонщиков, пес со змеевиком самогонного аппарата укрывается в отделении милиции, куда вслед за ним прибегают бывалый трус и балбец. Пес Барбос и необычный кросс. В ролях Егор Георгий Витцин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин. Трое браконьеров, бывалый трус и балбец, выпивают на берегу речки. С ними дворняга по кличке Барбос. Широхор размахнувшись, бывалый бросает реку динамит, привязанный к палке. Пес Барбос приученный приносить поноску, мигом бросается в воду и возвращается, таща в зубах заря с горящим шнуром. Браконьеры в ужасе со всех ног спасаются от Барбоса. Деловые люди. В ролях Лолен Паулус, Александр Шворин, Ростислав Плят, Юрий Никулин, Георгий Витцин, Алексей Смирнов, Сергей Тихонов, Виктор Громов и другие. Фильм поставлен по новеллам знаменитого американского писателя О. Генри. «Дороги, которую мы выбираем», «Родственные души» и «Вождь краснокожий». На долю последней новеллы выпала, пожалуй, наибольшая популярность. Столь уморительные оказались злоключения двух незадачливых похитителей юного сорванца. Операция И. Другие приключения Шурика. Актеры. Александр Демьяненко, Алексей Смирнов, Наталья Селезнева, Георгий Витцин, Евений Маргунов, Юрий Никулин, Михаил Пуговкин, Владимир Басов, Владимир Раутбард и другие. Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя, чудаковатого Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В напарнике он сражается с хулиганом Верзилой. На вождении весьма необычным способом готовятся к экзаменам. В операции предотвращают ограбление века, на которое идут знаменитая тройка. Балбец, трус и бывалый. Кавказская пленница или новые приключения Шурика. В ролях Наталья Варлей, Александр Демьяненко, Владимир Этуш, Фрунзик Мокартычан, Руслан Ахметов, Юрий Никулин, Георгий Витцин, Евгений Маргунов, Нина Гребешкова, Михаил Глузский и многие другие. Герои фильма Шурик, Александр Демьяненко, направленный в одну из горных республик собирать фольклор, любляется симпатичную девушку Нину. Неожиданно ее похищают, чтобы насильно выдать замуж. Наивному и доброму Шурику не сразу удается сообразить, что происходит. Но затем с помощью верного друга он освобождает кавказскую пленницу. Бриллиантовая рука. Актеры. Юрий Никулин, Анатолий Попанов, Андрей Миронов, Нина Гребешкова, Нона Мардюкова, Светлана Светлична, Станислав Чекан, Владимир Гуляев. Эксцентричная комедия в двух частях. Первая часть «Бриллиант» почти не виден, и вторая часть «Костяная нога» с прологом и эпилогом о скромном труженике Семене Семеновиче, вступившем в героический поединок «Шайка» контрабандиста Валютчиков. С момента выхода на экран остается одним из любимейших в народе кинофильмов. 12 стульев. Актеры. Арчал Гамиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Эликерия Богданова-Чеснокова, Наталья Варлей, Наталья Воробьева, Нина Гребешкова, Наталья Крачковская, Клара Румянова, Георгий Витцин и многие другие. Первая серия «Лед тронулся», вторая серия заседания продолжается. Комедийная лента, рассказывающая о похождениях самого, пожалуй, популярного, любимого в народе литературного героя. Остап Бендер с Ипполитом Мадвеевичем Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые покойная теча Воробьянинова спрятала в одном из стульев столового гарнитура. Иван Васильевич меняет профессию. В ролях Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Александр Демьяненко, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Наталья Крачковская, Наталья Кустинская, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов. Экранизация пьесы Михаила Бугакова и Иван Васильевич. Однажды инженер Тимофеев испытал потрясение от собственного изобретения. Начала действовать машина времени, соединив его квартиру с палатами великого государя Ивана Васильевича Грозного, который хоть и горевал по роскошной жизни, однако в тоску и отчаяние в иной Москве не впадал. До этого события в квартире Тимофеева находились пенсионеры-общественник Бунша и уголовник Жорж, которые исчезли в обратном направлении. Не может быть. В ролях Нина Гребешкова, Михаил Пуговкин, Вячеслав Невинный, Михаил Светин, Олег Даль, Светлана Крючкова, Михаил Кокшена, Евгений Жариков, Наталья Селезнева, Лариса Еремина, Леонид Куравлев, Савелий Краморов, Георгий Витцин, Валентина Теличкина, Людмила Шагалова, Роднер Муратов, Лев Поляков, Наталья Крючковская, Игорь Ясулович, Светлана Харитонов. Фильм включает три новеллы по рассказам Михаила Зоченко. Преступление и наказание, добавное приключение и свадебное происшествие. События происходят в конце 20-х, в начале 30-х годов. Однако явление, которое высмеивает фильм. Тупость, пьянство, стремление к наживе, легкомысленное отношение к жизни. Увы, сегодня существуют благополучные повсеместные. Инкогнито из Петербурга. В ролях Сергей Мегицко, Анатолий Попанов, Нона Мардюкова, Ольга Анохина, Анатолий Кузнецов, Вячеслав Невинный, Валерий Носик, Леонид Харитонов, Олег Анофриев, Сергей Филиппов, Леонид Куравлев, Александр Ширевит, Станислав Чика. Эксцентричная кинокомедия «Инкогнито из Петербурга» поставлена по мотивам «Бессмертной комедии» Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». За спичками. Режиссеры Леонид Гайдай и Ристо Орко. В ролях Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Рита Полстер, Ритва Валкома, Георгий Витцин, Галина Польский, Лео Ластумяки и другие. По поясе классика финской литературы Майю Лессила. В доме Ихал Лайнена кончились спички и невозможно развести огонь для приготовления так любимого финами кофе. Потом случайная встреча с приятелем и как следствие того нарушение данного 20 лет назад за рока не брать в рот спиртного. Затем неожиданное свидание в городе Юси в Атанина со своей старой подружкой. Спорт Лото 82. В ролях Алгиз Орлаускас, Светлана Аманова, Михаил Пугов, Михаил Кокшенов, Денис Кмит, Нина Гребешкова и другие. На один из билетов Спорт Лото выпадает крупный выигрыш. Однако билет оказывается потерянным. В поисках его герои попадают во множество занятных переделок, на которыми зритель веселится от души. Опасно для жизни. В ролях Леонид Куравлев, Лариса Водовиченко, Татьяна Кравченко, Георгий Вицын, Томас Толарая, Нина Гребешкова, Борислав Брундуков, Владимир Носик и другие. Спартак Молодцов, человек предельно аккуратный. Непримиримый к любому беспорядку. Обнаружив однажды оборванный провод в высоковольтной линии, он, разумеется, не мог пройти мимо. Но, как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. И только я. Парем который оказывается один из его ближайших знакомых. Начинается опаснейшая схватка с погонями, переодеваниями и покушениями на убийство. На Дерибасовской хорошая погода или на Бреттон-Бич опять идут дожди. Актеры Дмитрий Харатьян, Келли МакГрил, Андрей Мягкол, Михаил Кокшенов, Юрий Волынцев, Эммануил Виторган, Роменджи Гарханян, Евгений Вестник, Наталья Крачковская, Леонид Куравлев и многие другие. Намечено проведение важных переговоров между президентами двух великих держав – СССР и США. Однако русская мафия, опустившая корни в Америке, ставит проведение столь важного саммита под угрозу. Тогда временно объединившись в борьбе с преступными элементами, спецслужбы обоих государств КГБ и ЦРУ отправляют своих лучших агентов – Федора Соколова и Мэри Стар на Бреттон-Бич. Субтитры создавал DimaTorzok